Глава муниципального района Ставропольский Владимир Медведев на личном примере показывает вакцинироваться надо. Число заболевших коронавирусом снижается и медики это напрямую связывают с активной вакцинацией населения. Но прививка не дает пожизненного иммунитета, поэтому через полгода после первой иммунизации рекомендуют привиться снова. Мы наряду с другими муниципальными образованием Самарской области показываем наименьший темп прироста по заболеваемости, но тем не менее ежедневно фиксируются заболевшие коронавирусные инфекции. Низкие темпы по приросту заболевших это вследствие активной вакцинации среди населения. Хочу призвать всех жителей Ставропольского района, да и не только Ставропольского района, в прививочный кабинет. Ревакцинироваться это в текущей ситуации крайне важно, защитить свою жизнь и здоровье. Как показала вакцина, это единственный инструмент, который в настоящее время защищает жизни наших жителей. Для тех, кто хочет защитить свое здоровье, в Ставропольском районе созданы все условия. Прививочный кабинет в поликлинике работает в режиме 24 на 7. В селы регулярно выезжают мобильные комплексы, а к тем, кто в силу возраста или по состоянию здоровья не может выйти из дома, медики приходят лично. При сейчас, которая была четвертая волна, было большое количество, конечно, пациентов, которые заболели, но среди вакцинированных людей это 15 процентов. И люди, которые даже перенесли эту новую коронавирусную инфекцию, то есть перенесли в легкой форме, чем пациенты, которые не вакцинированы. Поэтому мы, медики, считаем, что необходимо продолжать дальше вакцинацию или вакцинацию против новой коронавирусной инфекции. Многие уже осознали, что прививка является единственным таким вариантом, единственным возможным вариантом сейчас оставаться на плаву, оставаться в социуме. И поэтому сознательная часть населения у нас прията. Особенно важно вакцинироваться людям старше 65 лет. Представители этого поколения тяжело переносят коронавирусную инфекцию, а тем, кто привился более полугода назад, пройти ревакцинацию. Виктория Шарая, События.